и сегодня речь пойдет о платформе кракс данный проект очень интересен в том плане что он предлагает достаточно интересные возможности для более быстрых и прибыльных финансовых услуг которых в принципе и не хватает в этом сегменте на данный момент при этом нужно понимать что рынок дефи на данный момент полностью переполнен различными деталями поэтому данным проект сможет занять какую-то свою нишу или просто показать то на но на что он на данный момент реально способен как по мне данная платформа неплохо выделяется на общем фоне но при этом важно выделять и ключевые и фундаментальные и особенности то есть первую очередь мы говорим о том что это по дефи обмен как это будет работать внутри сестей внутри сети и быстро принимать к оплате биткойн и фирм латкоин то есть самое крупное решение если говорить о преимуществах то конечно же здесь на первое место можно ставить безопасные кошельки конечно же здесь можно будет хранить токены то есть и в целом оставаться уверенным в том что они будут в полной безопасности и средства останутся на счету при любых обстоятельствах плюс открываться дополнительная финансовая возможность инструменты для работы в области криптовалюты и блокчейна что в принципе является немаловажным показателем для реализации многих факторов успеха также есть и можно говорить о том что проект направлен на то что он будет развиваться и показывать какой-то стабильный рост внутри системы на протяжении вообще всего это времени также можно выделять неизменность хотя бы тот факт что кракс построен на привычном блокчейне эфириум и здесь конечно же ничего не буду хотя то почему они не переходят сеть бск ну лично для меня является каким-то определенным вопросом потому как это можно было сделать и честно говоря это сделать было бы и правильно потому как все существующие возможности показывают то что сеть бск на данный мир лучше эфириум но это просто полнейший бред хотя бы взять существующих миссий и как по мне здесь многое будет зависеть именно того как разработчики данного проекта подойдут к тому чтобы бороться с комиссиями потому как ну люди реально не готовы и просто все в резком порядке уже начали переходить на близко сеть менять в трону то есть ну по факту мир уже изменился и жалко что просто работчики фирма этого не понимают ну и принципе разработчики кракса этого тоже не понимают потому как все что видят нам фирмами сейчас от этого бегут и на самом деле все прекрасно понимают что у всего этого нет будущего и вообще как они будут себя реализовывать в этот вопрос слишком большой открытый и по факту он будет вызывать и дальше спору по дорожной карте здесь конечно же все вполне стандартно потому как все прописано до 2 квартала 2022 года но при этом очень интересная особенность хотя бы в том что проект собирается реализовывать во втором квартале 21 года будет архитектура и платформа интеграция с дефи и полноценное взаименствование это 3 квартал и 4 квартал это подноски отношения с учить видителями dex и да ну в целом здесь конечно же все мы посмотрим и все проанализируем целом проект очень интересен но при этом нужно понимать то как он будет вообще выходить на такие конечно же сейчас уже началась какая-то предварительная этапа сбора но опять же заходить именно здесь прямо сейчас но по сути нет никого смысла несмотря на то что принципе проект корейский и как известно корейские проекты уже направлены на рынок и но корейские проекты уже сослужили какую-то определенное доверие то как это будет здесь мы конечно же посмотрим оцениваю только то что у проекта есть максимальные перспективы и он точно сможет снять свое место в этом фигменте но по сути нет никакого этого смысла и это реально нужно оценивать здание и понимая то что риски здесь феноменальны все ссылки о данном проекте я оставлю внизу в описании если есть какие-то вопросы или замечания пишите их в комментарии с вами как всегда был канал оси онлайн всем удачи хорошего настроения и пока напоследок еще отмечу что можете скидывать мне название проекта который вы хотите чтобы я рассматривал целом проекта очень много но при этом есть и масса скама и он просто на данный момент переполнен и ему влетать вообще во все что угодно и бери тому что написано по сути не сдавало смысла во всех рисках я в принципе предупредил и этот момент должен для себя четко понимать каждый человек целом это все что вообще не хотелось рассказать и будем с вами прощаться всем удачи пока